Ну, 16-летние, наверное, уже можно говорить, они как и 17-летние, потому что уже в декабре исполняется 17 лет. Запомнили мы ее по последнему чемпионату мира в Канаде, где она, дебютируя, заняла седьмое место. Произвела очень хорошее впечатление. Ну и самое главное, что она победительница чемпионата Китая. Взрослого чемпионата Китая последних трех лет, то есть уже трехкратная чемпионка своей страны. Пятое место у нее было в прошлом сезоне на турнире четырех континентов. Словом, эта фигуристка требует себе самого пристального внимания. Ее произвольная программа на музыку из балета «Капеллия» французского композитора Лео де Либа. «Капеллия» французского композитора Лео де Либа. КОНЕЦ 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 Я не случайно вспомнил последний чемпионат мира в Канаде. Дело в том, что Зиджун Ли на этом чемпионате в произвольной программе показала результат просто феноменальный. 127,54 балла, результат о котором подавляющее большинство фигуристок может только мечтать. Но вот как раз то, о чем я уже говорил, переходный возраст у фигуристки. И может вполне сложиться так, что ей самой придется только мечтать о том, чтобы повторить тот фантастический результат, который она показала в канадском Лондоне в марте этого года. Во всяком случае, понятно, что сегодня ничего подобного мы с вами не увидели. И результат, который сейчас, сумма, которую она наберет сейчас в произвольной программе, там даже близко не годится к тому результату, который был показан в марте. Тут были, конечно, совершенно очевидные ошибки. Ну, это самое начало программы, тут получился у нее тройной флип, двойной, то лупа не тройной, как задумывалось. Тоже не все прыжки были докручены, было падение на тройном флипе, я не знаю, покажет нам режиссер. Да, вот это падение. Ну и в целом, программа, которую мы с вами сейчас видели, все это заставляет только вспоминать ностальгию о той программе, которую она выдала в марте. Еще раз напоминаю, в марте 127,54 балла. Сейчас оценка будет, ну, не просто ниже, а как небо и земля отличаться от той, что она показала на чемпионате мира. Да, вот смотрите, 100, вернее, 85,4 десятых всего-навсего, и она проиграла своим подругам из Китая. Только третье место она занимает. Субтитры сделал DimaTorzok